Синдром приобретенного иммунодефицита человека. Так звучит холодная формулировка, описывающая состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции. Это последний этап чумы 21 века, разыгравшийся в теле зараженного. Необратимый и, несомненно, трагический. Около 40 миллионов человек живут с этой болезнью, смиренно ожидая мрачные развязки, в то время как Всемирная организация здравоохранения и средства массовой информации упрямо тиражируют страх перед глобальной катастрофой. Но что послужило фундаментом монолитному строению с угрожающим названием ВИЧ? Что внесло свой вклад в гибель миллионов человек? И кто стал истинным пациентом ноль? Сегодня мы постараемся разгадать эту тайну и проследить подзагадочные болезни. От зараженных обезьян и парада колумбийских наркотиков в Южных Штатах до ЛГБТ-сообществ и африканских рабов. Но перед этим я хотел бы рассказать вам об одном очень интересном проекте, который стартует уже буквально через месяц. Это школа программирования 21 от Сбербанка. Обучение там, без преподавателей, учебников и лекций. Никаких домашних заданий, оценок и самое главное, никаких лишних предметов. Каждый ученик получает свой индивидуальный график занятий и обучается только тому, что востребовано на рынке в данный момент. И самое главное, что вся эта учеба абсолютно бесплатна. Подобные проекты уже давно работают за рубежом и показывают очень хорошие результаты. В России уже две таких школы программирования. Одна в Москве и одна в Казани. Сейчас в Казани активно проводится набор в школу. Для того, чтобы туда поступить, вам всего лишь должно быть не менее 18 лет. То есть попасть могут все. И студенты, и выпускники любых других учебных заведений, и просто люди, которые хотели бы сменить род деятельности. Все, что нужно, это зарегистрироваться на сайте, пройти тест в виде игры, пройти собеседование, затем последний отборочный этап. Называется бассейн. Подать заявку нужно успеть до 20 декабря. Сама же учеба длится от полутора до трех с половиной лет. А еще всем выпускникам гарантируются стажировки. От четырех месяцев до полугода. Помимо того, что все это абсолютно бесплатно, поступившим в Казань из других городов предоставят общежитие. Вы, наверное, подумаете, что все это как-то странно, такого не может быть и так далее. Но именно так сейчас ищут талантливых, целеустремленных и, самое главное, способных ребят. Как бы это ни было удивительно, но на профессиональном рынке таких мало. И это я вам говорю как человек, который реально с этим столкнулся, когда делал попытки найти себе людей в команду. Учеба стартует уже в феврале. Успейте подать заявки до 20 декабря. Все ссылочки будут в описании. Ну, а я пока продолжу. Первая деталь мозаики встречает нас в США 1980-х годов. В тот момент эпидемия еще не успела разрастить по всему земному шару, а ученые были вынуждены изучать ее, основываясь на малом количестве зараженных, связанных между собой. Загадочные обстоятельства только-только давали о себе знать и скорее заводили ученых в тупик. Центр по контролю и профилактике заболеваний публиковал еженедельные отчеты о заболеваемости и смертности. И несколько недель подряд в них фигурировали необычно высокие данные по числу сарком, пневмоцистных пневмоний и различных оппортунистических инфекций. Эти болезни не были привычны для таких отчетов и встречались достаточно редко, а тут стали фиксироваться с завидной регулярностью. Поэтому было решено выделить все эти инфекции в отдельный синдром до дальнейших разбирательств. И эти разбирательства не заставили себя долго ждать. Через несколько месяцев исследователи таки отыскали первую ниточку. В марте 1984 года в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США начали изучать сексуальные связи нескольких геев и бисексуальных мужчин. По странному стечению обстоятельств из всех заболевших женщин, детей и мужчин, эта группа оказалась самой многочисленной. Одним из главных подопытных стал канадский бортпроводник Гайтон Дюга. Работал он в Вэйр Кеннадо и умер в 1984 году от почечной недостаточности, вызванной оппортунистической инфекцией на фоне ослабленного иммунитета. Множество журналистов и публицистов 80-х впоследствии опишут Гайтона как очаровательного спортсмена с необъятным гомосексуальным либидо. Согласно исследованиям Уильяма Дарро, сотрудника Центра контроля и профилактики заболеваний, он был ответственен за 40 из 248 случаев заражения в ВИЧ в 1983 году. Удивительные цифры для одного-то человека. На рисованной эпидемиологами схеме распространение вируса многие нити сводились именно к нему, а его репутация, согласно заголовку New York Post, помогла безобидному недопониманию сделать из него человека, наградившего нас спидом. Его окрестили пациентом Ноль, и такая слава закрепилась за ним на долгие годы. А его история помогла распространиться мифу о том, что ВИЧ – это следствие беспорядочных гомосексуальных связей. Но не все так просто, как этого хотелось бы видеть СМИ. На деле же его случай числился под номером 57, а Ноль оказался буквой О, что было лишь сокращением слова «аутсайд» и означало, что он прибыл из-за пределов США. Именно с Гаэтона начинается использование термина «нулевой пациент» в эпидемиологии. Совсем не подозревая того, он всеми силами вложился в распространение болезни. Он не был первым и уж точно не был единственным, кто наградил человечество спидом. Гаэтон был продуктом своей эпохи, и ВИЧ в его случае и его положении был лишь вопросом времени. Так уж получилось. В Канаде в 70-е годы был самый настоящий подъем ЛГБТ-движения. ЛГБТ-сообщество праздновало победу за победы. В 1971 году в Оттаве состоялся первый в Канаде марш за права геев. В Торонто стала выпускаться первая канадская газета на тему освобождения гомосексуалов – «The Body Politic». Тогда же вышел документальный ЛГБТ-сериал «Coming Out». Через два года сразу несколько городов в Канаде провели масштабное мероприятие по защите прав геев, которое впоследствии и окрестили как «Pride Week», то есть «Неделя гордости». В 1974 году молодому Гаэтуну было 22 года. Он рос в небольшой семье в пригороде Квебека прямо возле аэропорта. Учился на парикмахера и с восторгом наблюдал над пролетающими самолетами. И как только авиакомпании вслед за волной всеобщей либерализации сняли запрет на работу мужчин на борту самолета, Дюга понял, что всегда хотел стать стюардом. Теперь его жизнь наполнилась новыми красками. Он был на острее хипстерской моды 80-х, крутил романы, посещал гей-бары и много путешествовал. Это открывало дополнительные возможности для интересных связей, а также повлияло на распространение ВИЧ из-за его разгульного образа жизни. Ошибка журналиста, в руки которых попало описание 57-го пациента в Южной Каролине, прибывшего из Канады, сразу же сделала из него знаменитость. Она же ввела в эпидемиологический словарь новый термин и обвинила любвеобильного стюарда в начале эпидемии в США. С одной стороны, несправедливо, но он был далеко не первым. Но с другой, Гаэтон все еще продолжал незащищенные беспорядочные половые связи, даже зная, чем он болен. Он с энтузиазмом описывал свои путешествия и без проблем давал координаты своих бывших партнеров. И хоть он и работал стюардом и гипотетически мог привезти вирус откуда угодно, он не имел никакого отношения ни к шимпанзе, как к исконному носителю вируса, ни к Африке. Он попросту там ни разу не был. Что не помешало ему и его истории стать прекрасной иллюстрацией первой эпидемии ВИЧ в Штатах. И не менее прекрасным примером паники, рождения предрассудков, преувеличения и разного рода додумываний. На территории США до 70-х годов не было столь явных признаков наличия людей, больных СПИДом. И тому было несколько причин. Во-первых, на территорию США его завезли действительно не так давно. Во-вторых, инкубационный период. Для того, чтобы болезнь перешла из формы ВИЧ в СПИД, нужно достаточно большое количество времени. И третье – это эпоха, в которую все произошло. 70-е годы – это время ЛГБТ-революции и повсеместного засилия наркотиками. Эти вещи никак не связаны между собой, просто так получилось. Но они для вируса сыграли очень хорошую службу. В этих условиях просто невозможно было не заметить массовых проявлений иммунодефицита, что и насторожило ученых. Но, к сожалению, из-за долгого инкубационного периода этой болезни стало практически невозможным отследить того, с кого все и началось. Рабочие теории строились одна за другой, а СМИ настолько сильно взбудоражили общественность, что параллельно из-под печатного станка буквально каждую неделю выдвигали по одной-две версии происходящего. Но у ученых были свои соображения на этот счет. Одна из официальных теорий заключалась в том, что ВИЧ был завезен в середине 70-х годов из Африки или стран Карибского бассейна. А в ее пользу говорили истории Гайета Надюга и пациентов NY-1 и LA-1, нулевые из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Такие люди, как работавшие на круизных лейнерах пациент NY-5, только подтверждали эти теории. Из перечисленных мужчин так или иначе все побывали в странах Карибского бассейна, Западной Европы или Восточной Африки между 1974 и 1977 годами, что дает право предположить, что ВИЧ мог быть в любом из этих мест. Сложности добавляла и международная картина, схожие симптомы и появление новой болезни описывались везде. Вот некоторые из них. Сен-Хор Хосе, португалец, заболел, как считается, после посещения Гвинеи Бессау в 1966 году. В конечном счете оказался в лондонской больнице тропических болезней под надзором Энтони Брайсона, где и умер в 1978 году. Грета Раск, датский хирург, посетившая Заир в 1964 и в 1972 году. К 1974 году ее симптомы стали явными, и она вернулась в Данию, где и умерла в декабре 1977 года. Арви Даре Ноэ, норвежский моряк, по совместительству водитель грузовика, посещал Камерун в 1962-1965 годах. Умер в 1976, через три месяца после рождения своей дочери. Список длинный, и он лишь окончательно запутал ученых. Вся эта история напоминала скорее рулетку, чем стандартное эпидемиологическое расследование. Каждого из заболевших опрашивали об их половых контактах, поездках за рубеж, об их истории болезни, да и в целом о просто контактах. Ученые пытались нащупать хоть что-нибудь, хотя бы один несчастный фактор, который помог бы связать все эти проклятые нити воедино. Но все было тщетно. Случаи появления новых симптомов росли как грибы после дождя. Хаотично, без какой-либо связи или системы. И вместо линейного сюжета дешевого хоррора, медики получили забористый такой детективчик. Однако не все было так безнадежно. Было название, которое встречалось чаще других. И оно объясняло многое. В том числе и почему не воздушно-капельный путь передачи, почему не наркомания и даже не проституция, хотя казалось бы, болезнь передается половым путем. Почему именно мужское ЛГБТ? И почему именно сейчас? Одно единственное слово, которое ответило на множество вопросов сразу. И слово это ГАИТИ. Как говорится, невероятно, но факт. В 70-е годы ГАИТИ был самым популярным местом для скрытого, так называемого, секс-туризма для геев. 80-е вообще были эпохой сплошных гей-побед. Только отгремел первый гей-парад в Нью-Йорке в июне 1970-го. Как за ним последовали погромы гей-баров в Луизиане и массовое освещение этой проблемы. Первый священник гей, первый психиатр гей, прецедент об однополых браках и так далее. Также у ЛГБТ-движения зародилась и своя символика. Разноцветные флаги поддержки и противостояний. Издавались специализированные журналы, ЛГБТ стали обсуждаться в прессе и на ТВ. Появились и специальные гей-туры, романтические круизы и официально рекомендуемые места для отдыха нетрадиционных пар. Так, в феврале 1981 года 11-е издание Spartacus International Gay за 4 месяца до официального объявления угрозы СПИДа на главной странице опубликовала обзор «Гаити для гей-путешественников». Гаитяне веселые, честные и очень легко относятся к сексу в целом. Крайняя нищета и крайнее счастье граничит друг с другом повсюду. Гаитянские мужчины очень симпатичны и хорошо сложены. Они могут удовлетворить самые большие потребности. Они пережили годы рабства и дурного обращения, и ваша нежность может быть оценена по достоинству, а ласки и тепло возвращены сторицей, если вас, конечно, заводят чернокожие парни. Такие рекламные тексты наделали в свое время немало шумихи, так как параллельно с ними местные газеты пестрели просто шокирующими заголовками. В одной из газет говорилось о нескольких гаитянских мальчиках в возрасте от 14 до 16 лет, которые попали в больницу из-за избиения в садистов геев. Все это спровоцировало ответную реакцию как среди местного населения, так и среди полиции. И поднялась шумиха. Всякие малаховы, дебаты, обсуждения и так далее. Но, тем не менее, репутация Гаити как настоящего рая для геев закреплялась, и этому даже не мешала шумиха и разного рода скандалы. В 1974 году на Гаити попал Ник Рок, чернокожий стюард, известный как пациент Н.Y.1, а также наш герой долгое время известный как пациент Н.О.ль, Гайтон Дюга, который побывал там в 1977 году. К концу 1981 года Центр по контролю заболеваний начал получать сообщения о спид-диагнозах у граждан Гаити, живущих в Соединенных Штатах. В 1982 году их число достигло 34 человек. 30 из них мужчины. Все они категорически отрицали гомосексуальные половые связи. Только один из них признался о внутривенном употреблении наркотиков, но даже он отрицал причастность к чему бы то ни было гомосексуальному. Возможно, они говорили правду, а может быть и врали, думая о том, что под видом медиков их могли бы опрашивать сотрудники ФБР или ЦРУ. Никто не хотел трепаться больше, чем нужно и сообщать больше положенного. Никто из них не хотел быть депортированным обратно на Гаити. Но кто же из них соврал, а кто сказал правду? И этого мы, к сожалению, уже не узнаем. Отчет по случаям в Гаити был опубликован 9 июля 1982 года в еженедельной статистике по заболеваниям. Почти сразу же стали появляться панические заголовки, кричащие о том, что спид возник на Гаити. Последствия для туризма в частности и острова в целом были потрясающе катастрофическими. Поток туризма перекрыли, как горячую воду. 75 тысяч посетителей из США в зимний сезон в 1981 году, 10 тысяч человек следующие зимой и к 90-м годам почти в ноль. В июне 1983 года Центр по контролю заболеваний сообщил, что 5% из более чем полутора тысяч случаев спида в США были связаны с лицами, родившимися на Гаити, как с гомосексуалами, так и с лицами, употреблявшими наркотики внутривенно. И отныне все эти три категории людей в США были связаны одной порочной нитью. Одним рощерком пера Центр по контролю заболеваний заклеймил и геев, и Гаити. Пресса, как это обычно бывает, подхватила этот жест и припомнила гаитянам культ Вуду и свиную кровь, используемую в ритуалах и даже зомби. Снова заиграли красками живые мертвецы и массовая культура кинематографа разразилась очередной волной шедевров хоррор-индустрии. Так или иначе, СМИ задали правильный вопрос и даже подсказали правильный ответ. ВИЧ на Гаити прибыл с основной массой его населения, оттуда же, откуда и прибыла и религия и культ Вуду. Эту теорию вполне подтверждало уже раскрытое дело с желтой лихорадкой, еще одной эпидемией, которой человечество наградило судьба за боль и страдания несчастного африканского народа, за рабство. Но тем не менее, мы вынуждены отправиться в Африку, в родину самых смертельных заболеваний, которые в 20 веке продолжают досаждать человеку своим существованием. Сегодня, благодаря ретроспективному анализу вирусной РНК, мы точно знаем, что в США попал ВИЧ-1 по типу Б группы М и родом он с Гаити. Говоря родом, я подразумеваю, что он там родился, развился и оттуда распространился дальше. Этот вирус является общим предком большинства мировых ВИЧ-штаммов. И это сегодня у него такое длинное и долгое название. Тогда же он был одним-единственным. Исследование происхождения ВИЧ в 2007 году возглавил Михаил Воробей, доцент кафедры эволюционной биологии в Университете Аризоны в Тусоне. По его словам, Гаити послужило мировым трамплином для вируса. США, Австралия, Европа и многие другие страны имеют лишь подмножество разнообразий под типа Б, которое мы видим там. Его версия заключается в том, что вирус переехал из Африки в Гаити примерно в 1966 году. Мы можем это определить по РНК-разнообразию ВИЧ в Африке, где оно на порядок выше, чем в США и других странах. Объясняется это достаточно просто. Там вирус живет дольше, и у него было больше времени для того, чтобы мутировать и образовывать новые подвиды. Помогли в расследовании и некоторые образцы ВИЧ-1 из Киншасы. Это Демократическая Республика Конго, ранее Заир, а еще ранее Бельгийская Конго. Между прочим, именно там были отмечены первые вспышки Эболы. Если хотите об этом подробнее, то смотрите мои выпуски про Эболу и про нулевого пациента Эболы. В ссылках в описании или не знаем где-нибудь здесь в подсказках. Один из этих образцов, а точнее ЗР-59, был выделен из тканей мужчины племени Банту в 1959 году. Другой же ДРС-60 из лимфатического узла взрослой женщины из той же Киншасы в 1960 году. Эти образцы были родственны между собой, но не настолько, чтобы их можно было таковыми назвать, так как совпадали они всего на 88%. Они важны не только тем, что имеют отличие от гаитянских и американских РНК, но и тем, что достаточно далеки друг от друга. Хотя, если взглянуть на карту, обнаружены эти образцы были сравнительно недавно. Это дает нам одно из самых старых доказательств присутствия на континенте ВИЧ-1 под типа А. Но каким образом жители Конго попали на Гаити? Это долгая история, и если кратко, то Конго с 1908 по 1960 год был бельгийским. Бельгия удачно пережила две мировые войны за счет и людей, и ресурсов из того же Конго. Из этой страны добывали алмазы, золото, рис, какао и хлопок 50 лет к ряду, постоянно наращивая темпы. Во Вторую мировую Конго был главным поставщиком каучука. Ближе к 50-м для более эффективного производства и добычи туда начали вкладывать деньги, разрешили частную собственность, стали строить дома, провели энергоснабжение. Численность населения Леопольдвилля, Элизабетвилля, Стенвилля выросла в два с лишним раза. Конго лидировал на континенте по количеству рабочей силы. Все рабочие мужчины из сельской местности стягивались на производство. За работу наконец-то начали хоть что-то платить. Появился средний класс, отстроились школы, миллионы молодых жителей стали получать образование, выведя Конго по уровню грамотности в Африке на первое место. А это на минуточку 1 миллион 773 тысячи школьников к 1960 году. Хорошее шло рука об руку с плохим, а плохое догоняло дерьмовое, за которым неслось что-то совсем уж нехорошее. Рост городов привел к дисбалансу в населении мужчин и женщин, появилась проституция, подросла преступность, образование притащило инакомыслие, страна захотела независимости. Богатая колония и добыча в ней ценных ресурсов привлекли внимание сильнейших мира сего, находящихся к тому моменту в статусе холодной войны. Получив независимость с премьер-министром Патрисом Лумумбой и президентом Джозефом Каса-Вубу, Конго вступила в большую игру и тут же все потеряла. Начался период известный в истории как Конголезский кризис или проще говоря 5 лет кровавых гражданских войн. Народ стал разбегаться во все страны, в том числе и на Гаити. Там в это время только-только пришел к победе в президентских выборах черный папа-дог Франсуа Дювалье, бывший врач и популист черного национализма. Представьте себе французская колония с черным президентом, которая обещает не то, чтобы равные права с белыми, а вообще все отдать черным, даже светлое будущее. На деле же он оказался тем еще тоталитаристом. Но как это обычно бывает, поначалу все смотрелось действительно довольно оптимистично. Особенно если сравнить с Конго, где на тебя с одной стороны смотрит дуло бельгийского солдата, а с другой ЦРУ и ФБР, сливаясь в гуталине с местным населением, поднимают восстание за восстанием. В конечном счете мы получили целых два жизнеутверждающих события для вируса иммунодефицита. Массовый исход жителей из сельской местности на производство и исход этих самых жителей из производства на Карибы. Эти события стали решающими для исхода штамма ВИЧ-1 далеко за пределы Африки. Но вернемся к нашим образцам из Киншасы. Они позволили экстраполировать вирус вплоть до начала 1900-х годов. Вероятнее всего в это время он мог передаться нам от другого вида. Дело в том, что в то время параллельно с исследованиями ВИЧ шли очень много разных исследований, в том числе и над животными. В какой-то момент приматологи сообщили об обнаружении вируса иммунодефицита обезьян, который был широко распространен среди популяций шимпанзе. В 2006 году ученые сообщили, что дальнейшее исследование происхождения ВИЧ подтвердило его связь с вирусом иммунодефицита обезьян. И даже смогли конкретизировать гипотезу до наиболее вероятной популяции шимпанзе. Это территория Камеруна площадью 100 квадратных миль между реками Бумба и Сангхи. Самый вероятный сценарий того, как это произошло, охота на шимпанзе или обработка мяса. Кровь и продукты разделки, то, что сейчас называется бушмид, скорее всего попали в рану одного из неосторожных представителей народа Банту, как это обычно и происходит. В 1916 году колонию Германской империи оккупировали англо-французские войска, разделив ее пополам. А в 1960-м Камерун, как и Конго, стал независимым. Предположительно, бесконечная дележка и насильное перемещение населения на принудительные колониальные работы, военные действия и вызванные этим всем безобразием миграции населения и привели к перемещению изначальных очагов ВИЧ в оживленные города, где вместе с индустриализацией вирус рос и развивался. Развивался до тех пор, пока один из самых удачливых штаммов в результате военных действий не попал на Гаити. Откуда иммигрировал в развитые США, которые на то время находились на самом веке ЛГБТ-революции. Используя все те же технологии отслеживания вирусов, ученые и занялись экстраполированием информации о нулевом пациенте среди шимпанзе. Выяснилось, что среди 45 видов обезьян, подверженных инфекции ВИО, далеко не все от него страдают, что может быть вековыми родственниками 32 тысячи лет и никоим образом не мартышки и красноголовые мангобеи. Шимпанзе при первом случае едят и тех, и других, и, увы, не прожаренными. Сам ВИО также имеет множество штаммов, некоторые из которых в принципе не вызывают поражений иммунитета. Но, видимо, одна случайная обезьяна умудрилась заболеть двумя штаммами вируса и инкубировать в себе нужную комбинацию. Об этом явлении я уже говорил в ролике про грипп. Ссылочка на него будет в описании, ну или в инстаграме. Там я сделаю об этом отдельный пост. Одновеку произошла независимая в разное время и в разных местах. Для штамма ВИЧ-2 еще 8 групп, и в каждой из них по несколько видов подгрупп. Постоянная изменчивость, десятки комбинаций и одновременное присутствие в заболевании нескольких штаммов стали самым настоящим камнем преткновения для изучения и разработки новых лекарств. Сегодня ВИЧ одна из самых актуальных угроз нашему виду. И сегодня в России уровень распространенности заболевания стабильно держится на уровне многих африканских стран. Если вы хотите отдельный большой ролик про ВИЧ, то подписывайтесь на мой инстаграм и просите меня там. Это реально работает. И кто знает, может быть после ролика про чему, я решу сделать отдельный большой выпуск про ВИЧ. Также я разыграю две вот такие вот прекрасные книжечки. Называется «Вскрытие покажет записки увлеченного судмедэксперта». Очень хорошая книжка, особенно для тех, кто хочет стать патолгоанатомом. Вот. Разыграю я ее недели через 2-3 после выхода ролика. Условия будет 2. Быть подписанным на мой инстаграм и отслеживать сам конкурс. Это тоже очень важно. И сделать репост данной, данного ролика к себе на страничку ВКонтактике. Эта книжка очень интересна, особенно тем, кто хочет стать патолгоанатомом. Вот. И она наполнена, несмотря на то, что здесь на страницах нет ни одного ужасного, ужасающего какого-то снимка, фотографии, о которых говорится в этой книге. Они все есть по вот таким вот милым QR-кодом. И как момент интерактивности это очень прикольно. Я когда читал, меня это довольно позабавило. Но если вы личность с очень тонкой душевной организацией, то лучше не смотрите эти картинки. Я предупредил. И перед тем, как поблагодарить вас за то, что вы поддерживаете меня, я хотел бы рассказать вам о том, что я недавно завел страничку на Boosty. Boosty это такой русскоязычный аналог патреона, который полностью на русском языке и он полностью удобен для тех, кто действительно живет в России. Вот. Если у вас была хоть какая-то маленькая мысль кинуть в меня денежкой, то теперь вы без проблем можете сделать это на Boosty. Если по каким-то причинам Патреон для вас не совсем удобная платформа. Ну или по старинке донатам, или же на все том же Патреоне, на котором вы спасибо вам большое, меня очень хорошо поддерживаете. И нет, условия на Boosty и на Патреоне будут совершенно одинаковые. Это вопрос лишь удобства конкретно для вас. Также хотел еще сказать спасибо, огромное спасибо Артуру, особенно Артуру, и всем тем, кто донатил мне на камеру. Сейчас вы, грубо говоря, можете созерцать меня на новую камеру. Картинка должна стать немножко лучше, а еще через месяц-полтора, когда ко мне придет более-менее нормальный объектив, она станет еще лучше. Вот. Спасибо, короче, всем тем, кто донатил на камеру. Вы очень большие молодцы. эта картинка благодаря вам. Все. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok